Всем привет, с вами канал Хардкавер. Что-что, а увидеть на моем канале контент по саблезубому ты точно не ожидал, да? Ведь так? Я решила взять эту историю для обзора не просто так, а потому что она отлично показывает, что из себя представляет Виктор Крид. Так, Марина, держись, пожалуйста, только не надо сейчас этих банальных шуток про Егора Крида, не сейчас. Так, многие авторы не углубляются в персонажа во время написания сценариев, но как мы увидим дальше, зря они этого не делают. Ведь Виктор, он не просто архивраг Росомахи, он еще и человек, личность, индивидуальность, которую сделал таковым отец, многочисленные трудности, которые он встретил на своем пути. Сначала мы с вами разберем сольную лимитку саблезубого от 1993 года, а после копнем поглубже в самого персонажа и проведем жёсткую аналитику без анестезии. События берут начало много лет назад. Саблезубый, он же Виктор Крид, прибывает на секретную миссию в Восточный Берлин. Там он встречает немецкую шпионку по имени Елена, она же Лени Заубер. Преследуя общие цели, агенты быстро находят общий язык и вместе успешно завершают задание. Выполнив поручение, парочка вынуждена прятаться, чтобы сбросить с хвоста недругов. Сблизившись всего на одну ночь, на следующее утро напарники расходятся, уверенные в том, что больше их пути не пересекутся. Однако эта история получает продолжение годы спустя. Саблезубый подвергается нападению ниндзя-клана Руки, а затем и тяжело вооруженными наемниками, сумевшими пленить опасного мутанта. Очнувшись, Крид обнаруживает себя в плену у неизвестного, назвавшего себя Трибюном. Киднеппер заявляет, что приказал своим специалистам улучшить способности Крида хирургическим путем, а также, заодно, имплантировать в его тело бомбу. А можно так улучшить связки Егору Криду, а? Теперь у Саблезубого всего 48 часов, чтобы найти и устранить мутантку по прозвищу Мистик. Не видя иного выхода, Крид отвечает согласием. Выследив свою цель в Париже, Саблезубый внезапно атакует Рейвен, но той, благодаря ее смекалке, удается ускользнуть. Гоняясь за ней по всему городу, Крид в итоге загоняет ее в угол, а если точнее, на вершину Эйфелевой башни. В этот момент Мистик перевоплощается в его старую знакомую Лене. Крид не верит своим глазам, ведь Лене умерла много лет назад, он сам видел ее тело в морге. Мистик поясняет, что то тело принадлежало настоящей Елене Заубер, простой бухгалтерши, которую, тем не менее, Виктор никогда не знал. А знал он лишь Мистик. С ней-то он и провел ту незабываемую ночь. Крид, конечно, выбивает из колеи подобное признание. Он готов был уже растерзать мутантку, но та неожиданно добавляет, что их мимолетная связь все же перенесла свои плоды. Мистик признается, что родила от Виктора сына. Она отдала его в интернат, но продолжала следить за ним, надеясь, что однажды он будет ей полезен. То есть о материнских чувствах речи здесь нет, да? Чисто польза. К сожалению, мальчик оказался простым человеком и больше не представлял ценности для циничной Мистик. А повзрослев, он начал жаждать крови своих родителей. Я его понимаю. Саблезубый решает оставить Мистик в покое, так как отныне мутанта волнуют лишь поиски его таинственного похитителя. Он просит свою напарницу Берди, телепатку, помогающую Криду справляться с его психотравмами и подавлять вспышки гнева, покопаться в его мозгах, чтобы найти зацепки. Выяснив, что Трибьюн находится в Нью-Йорке, парочка приступает к штурму его штаб-портиры. Обезвредив неприятеля, Крид вынуждает его хирурга удалить из своего тела бомбу, и тот послушно выполняет задание. Теперь наступает черед Трибьюна отвечать на вопросы. Но злоумышленник ограничивается лишь рядом гневных комментариев в сторону мутантов в целом и Саблезубого с Мистик в частности. Тогда Берди взламывает его разум и переносит оттуда образы в голову Саблезубого. Виктор видит множество дверей и мальчиков, пытающихся заглянуть по ту сторону через замочные скважины. Выбив одну из дверей, Саблезубый обнаруживает за ней Мистик. Крид становится свидетелем сцены из прошлого мальчика, когда тот узнал, что Саблезубый и Мистик — это его родители. Саблезубый осознает, что все это время имел дело с Грейден Кридом — политиком и ярым ненавистником мутантов. По иронии судьбы, оказавшимся связанным кровными узами с теми, кого он так презирал. Воспользовавшись замешательством Саблезубого, Крид-младший из-под тишка перерезает его помощнице горло. Грейден объясняет это желанием видеть безумие и страдания в глазах отца. Те же самые, какие он сам когда-то испытал. Несмотря на случившееся, Виктор отпускает сына и признает его своим. Ведь жестокость в крови у каждого из рода Кридов. Ну что ж, с нарративом, так сказать, мы ознакомились. А теперь давайте заглянем в душу представленной лимитной серии. Предупреждаю, дальше будет много психоанализа и прочей философии, так что просьба убрать от экранов людей с низким уровнем рефлексии и со слабым эмоциональным интеллектом. Ну-с, приступимте, коллеги. Нас осталось немного, я так понимаю, так что я не буду стесняться в выражениях. Начав писать сценарий для обзора данной лимитки, я намеренно упустила кое-какие сцены и проигнорировала некоторых персонажей. Да, я произвожу монтаж и кадрирование. Изначально потому, что мне некоторые персонажи показались просто лишними и никак не влияющими на подачу сюжета. Однако позже я осознала свою ошибку. Оказалось, что как раз они-то и помогали раскрыть суть клыкастого антагониста. Первонаперво следовало бы обратить внимание на помощницу Саблезубова, телепатку Берди, которую демонстрируют нам еще в самом первом выпуске лимитки. Буквально с самого начала их с Кридом отношения мне показались довольно странными. Скорее даже нездоровыми. Но вот посмотрите сами. Несмотря на то, что она всячески проявляет заботу о Викторе и помогает тому, лечить его больную голову своей телепатией, а он относится к ней крайне скверно. Издевается над ней, угрожает и даже не стесняется наносить ей физические побои. У них там полный комплекс сабьюза, физическое, эмоциональное насилие. А потому неудивительно, что именно Берди в конце концов сдает Крида Трибьюну, устав от его бесконечных издевательств. Позже, по ходу дела, она и вовсе чуть не гибнет, спасаясь от праведного гнева саблезубого. И тем не менее, она всякий раз прощает Виктора и продолжает с ним сотрудничать. Стокгольмский синдром, скажете вы? Возможно. Но мне кажется, тут все гораздо интереснее и дело совсем в другом. Будучи телепаткой, она точно знала, что творится в душе у Крида. А там что? А там она видит запуганного, маленького мальчика, закованного в кандалы и с надетым на лицо намордником. При исполнившись агрессии, мальчик этот нападает на Берди. Но та, вместо ответной агрессии, просто обнимает его. И, чувствуя, что здесь, наконец, в этих отношениях ему ничто не угрожает, этот мальчик быстро становится покладистым и даже ласковым. Таков Крит внутри. Таков истинный Крит. Испуганный мальчик, ищущий защиты. Когда в стрессе мы впадаем в детское состояние и реагируем так, как мы реагировали на угрозы и стресс в детстве, это называется в психологии термином регрессия. Но в данном случае регрессия такова, что она представляет собой не возвращение к индивидуально более ранним реакциям, то есть детским реакциям, но спускание вниз по ступенькам онтогенеза, то есть спускание вниз по ступенькам эволюции к реакциям более низких типов живых существ. К инстинктам, проще говоря. Зачастую поступки Крида диктуются инстинктами, а не логикой. Отмечу, что у обычных людей никаких первозданных инстинктов уже нет. Учеными доказано, что инстинктивное поведение – это закрепленная форма поведения, работающая сама по себе, независимо от воли живого существа. Например, никто не учит птиц вить гнезда или пчел строить ульи. Эти умения заложены в них генетически, их нельзя заставить добровольно от этого отказаться или как-то там усовершенствовать форму сот, я не знаю. А вот людей вразумить можно, если, конечно, у них нет каких-то органических патологий. Так что никаких инстинктов у нас нет, у нас есть потребности, которые мы сами выбираем, как удовлетворять. Дыхание, глотание, сердцебиение и прочее – это не инстинкты, это рефлексы, это такая работа нервной системы и вообще другая тема. Но саблезубый иной, чем все обычные люди. Мутация затронула не только его тело, но и сознание, его код ДНК. Взаимодействие с Виктором для Бёрди и других эквивалентны взаимодействию с тигром или львом. Все хорошо, пока он чувствует себя в безопасности и не голоден. Но ежесекундно в душе Крида идет непрерывная борьба между зверем и человеком, между инстинктом и сознанием. Но, к сожалению, зверь куда чаще одерживает верх, превращая Виктора в чудовищного монстра. Возвращение к инстинктам есть неотъемлемая часть его мутации, которую он, увы, не выбирал. Само собой, для жертв его агрессии – это так себе оправдание, и все это не снимает с Крида ответственности за злодеяние, но говорит о необходимости контроля его нестабильного состояния. Профессор Икс как раз и пытается обучить Виктора этому самому самоконтролю, чтобы приручить внутреннего зверя. Но безрезультатно. Мало утолить голод зверя, чтобы сделать его дружелюбным. Разве будет пес защищать хозяина, который пусть и не дает ему помереть с голоду, но постоянно пинает? А уж Крида жизнь в лице его родителей попинала знатно. Детство Крида знаменуется глубокой психоэмоциональной травмой. Его набожный отец, страшась особенностей Виктора, запирает сына в подвале, сажает его на цепь и жестоко истязает, стремясь таким образом произвести экзорцизм, изгнать дьявола из сына. И лишь мать Виктора пытается вразумить мужа, но у нее не хватает сил, чтобы ему противостоять. Устав возиться с неугодным сыном, Крит старший, ведомый предрассудками, страхом и стремлением очистить свое доброе имя, отводит сына в лес, чтобы зарубить. Узнав об этом, мать Виктора всеми силами старается остановить мужа, но поняв, что не сможет хоть что-то ему противопоставить, сама бросается под топор. Сделав это, она целиком и полностью завоевывает доверие как сына, так и зверя внутри него. Прозвучит жестко, но разве готовность пожертвовать своей жизнью ради кого-то не есть высшая степень любви к этому кому-то. Мать, однако, остается жива, но ее поступок учит Виктора бороться за жизнь и за то, что дорого. Ходят россказни о том, что Крит по итогу все равно расправляется с ней, как и с отцом, когда вырывается на волю. Однако это не так. Виктор прячет свою мать, намеренно распространяя слухи о своей безжалостности. И все это для того, чтобы уберечь свою маму от суровой реальности. Долгие годы он обеспечивает матери безбедную жизнь. Несмотря на страх, который порой вызывают в ней повадки Виктора, она продолжает верить в человечность своего сына. И вера ее оправдывается. Ведь люди, особенно дети, очень хотят оправдать наши ожидания от них. И если мы видим в людях самое лучшее, то мы окажемся в итоге правы, как и в обратном случае. Узнав о болезни матери, Крит поселяет ее в самый дорогой пансионат в стране, навещает раз в две недели и дарит подарки. Прожив долгую жизнь, Виктория Крит умирает во сне, ожидая скорого приезда сына. Хочу отметить, что в итоге образ матери становится прямо-таки иконой, идолом для Крида. Именно мать в первый раз останавливает мутанта, когда мистик, ранее прочитавшая досье Виктора, принимает ее вид. И, возможно, в этом и кроется вся суть его бесконечного конфликта с Логаном. После смерти матери, то есть единственного во всем мире человека, который его любил и был любим им, жизнь соблезубого теряет всякую надежду и смысл. Лишь телесной болью он может заглушить внутренние страдания от этой потери и одиночества, вызванного ею. И кто, если незакадычный враг со сверхъестественной регенерацией способен помочь ему в этом деле причинение себе страданий? Психотравма, мутации, обустошенность из-за потери матери превращают Крида в неотесанного монстра, но лишь на первый взгляд. Проявляя агрессию по отношению к внешнему миру, Виктор тем самым просто старается защитить от боли своего внутреннего мальчика, не способного оказать иного сопротивления. И вот возвращаемся к Берди. Берди та единственная, кто все это понимает. Видимо, среди звериного хаоса в разуме Крида ей все же удалось разглядеть нечто человеческое, нуждающееся в помощи и заботе. Несмотря на природную кровожадность семейства Кридов, Виктор не причиняет вреда сыну, даже потеряв по его вине свою напарницу. Он видит в Грейдоне себя, такого же озлобленного, такого же сломленного. Но, самое главное, еще и такого же преданного. Причем тем самым человеком, которому предназначено быть самым близким и родным. Единственным в мире человеком, которому можно безговорочно доверять. Кто должен был бы пожертвовать ради тебя самой жизнью, то есть родителям. Возможно, сыну не повезло куда больше, чем его отцу. Так что же останавливает руку Саблезубова? Что ослабляет ту звериную ярость внутри него? Это образ в сердце Крида. Ее образ. Ее надежда на то, что каким бы ни был ее сын, в нем все же найдется место человечности. Это та самая печальная, но искренняя любовь матери, которую благодаря ей он все же способен испытывать кому-то в ответ. На этом мы, пожалуй, закончим. Но это лишь начало долгого пути, который мы с вами будем вынуждены пройти вместе, рука об руку. О чем мы поговорим дальше? Пусть пока останется секретом. Чтобы не пропустить выход нового ролика, обязательно подпишись на канал. Поставь палец вверх и напиши, что ты думаешь по всему вот этому вот поводу. Если ты прям в восторге от того, что только что увидел и услышал, то welcome, оформляй, пожалуйста, платную подписку на Boosty и Вконтакте. Там тебя ждут различные плюшки, все подробности будут в описании. И мне очень важно ваше мнение вот по какому поводу. Интересен ли вам такой вот расширенный формат? Стоит ли записывать такие длинные рассуждательные ролики? Или вам хочется больше такой сухой выжимки чисто информативного контента? Ну а с вами был канал Hardcover. Спасибо за внимание и до встречи на просторах интернета.